В конце раунда я сломал руку, кости все еще, вот, спицы здесь были, вот, не позволяло вот это гражданство, поэтому менял спорт, получается. Ошибка была во втором раунде, я думаю, все решила, когда я ударил с колен. В 2018 году получил гражданство российское, да. Ну, квартира не была, сейчас уже есть, выхожу, я бьюсь, я бью все раунды, как бы, травму, хоть не травму, я до конца дерусь. Вот, если ты девич, если ты спортсмен, будь спортсменом, зачем вот так всех нас между собой, между нацией? Я считаю, что это необходимо, да, для всех, для всех диаспор, чтобы вот так собраться и объяснять ребятам. Да, и вот сейчас левый боковой как раз очень опасный был, еще один по челюсти, еще по корпусу, еще по корпусу, все! Да, Влад, привет! Привет, Се. Рад тебя видеть, спасибо большое, что нашел время для интервью. Расскажи, пожалуйста, как у тебя дела, где ты сейчас, что происходит у тебя? Взаимно, я тоже рад вас видеть. Я нахожусь в городе Челябинск, где я постоянно живу, проживаю уже с 2007 года. Давай поговорим о твоей карьере. Если вот сейчас буквально открывать шардок, да, и вспомнить, какие бои были последние, ну, не получилось. Да, одно раздельным решением, другое единогласным. Давай по очереди, я думаю, про каждое можно вспомнить. И что не получилось конкретно в поединке с Карлсом Маугусту, что конкретно не получилось с Глебом Хабибулиным? Расскажи, пожалуйста. В принципе, были готовы вообще с августа, с партнерс, вообще хорошо готовились. Я проходил сбор в Москве с хорошими тренерами, с партнерами, с партнерами, были все прям как идеально. Вроде бой был, нормально начали, вот ошибка была во втором раунде, я думаю, все решило, когда я ударил с колен. И вот решающие раунды были, как бы, второй, третий. Я уже включился в третьем раунде, уже было как поздно. Ну, я считаю, что вот это самая главная ошибка, вот это колено ударов, решило, можно сказать. А с Хабибулиным здесь единогласным решением. Соответственно, прокомментируй, пожалуйста, что там. С Хабибулиным вы сами видели вроде, я первый раунд хорошо начал, очень хорошо был готов к этому бою тоже. Я говорю, первый раунд я выиграл, прям, можно было и завершить, я попадал, прям, чувствовал себя хорошо. Но в конце раунда я сломал руку, большой палец правой руки. И, получается, у меня открытый перелом был, прям, в первом раунде я это чувствовал. Потому что я, когда, уже, когда перерыв начался, я сидел, меня спрашивают, ну, что-то, все хорошо. Я говорю, вот, у меня палец, говорит, что-то не зажимается. И, получается, второй раунд вышел, вроде пытался стойку менять, не бил, старался не бить правой рукой вообще. И потом начал бороться, думал, уже бороться буду. Захваты вроде тоже брал изначально, потом уже не мог валить, потому что, ну, сами, знаете, то же самое у Алихана было, если вы помните. Да, конечно, конечно. Вот это было самое, можно сказать, главное. Ну, ребята же никто не видит это, в бою не видно, это я не показывал, делал, видишь, как бы, все хорошо. Но, чем дальше, я уже не мог, получается, работать дальше, хуже стало. Поэтому, вот, будем справляться, все эти моменты. Типировался, можно сказать, не так хорошо, потому что думал, бороться буду изначально. Потом уже, как в стойке пошло хорошо, думал, ну, и можно в стойке работать. И разбил руку, получается, и полтора месяца ходил с пиццами, лечился, сейчас уже все нормально. Покажи, пожалуйста, руку. Вот, идти. Костя, лучше, я скажу. Костя, еще вот, спицы здесь были, вот, перелом, здесь была, осколочная, как ее называют, правильно? Лучевая? Смещение, вот, смещение было пальцев. Ну, все нормально, сейчас восстановились. Уже тренируюсь, потихоньку начинаю готовиться уже. То есть ты сейчас в тренировочном процессе? Да, уже тренируюсь, уже неделю-две месяца почти где-то. Тренируюсь, да, готовлюсь потихоньку уже. Рука не беспокоит тебя? Уже нормально, нет, не беспокоит. Сейчас ждем официального контракта, нового контракта, у меня закончился контракт. Сейчас ждем нового контракта с АСА. Если не секрет, по условиям что-то поменяется или нет? Да, конечно, меняются условия. Условия меняются. Гонорар тоже чуть подняли. Как говорится, вроде нормально. Кстати, на сколько ты поединков рассчитываешь подписать новый контракт? Там на три, на пять есть боев, я знаю. Мне сказали вроде на шесть. На шесть сказали. На шесть, да. На шесть и будем подписывать. Я вот сейчас жду контракта, они должны меня отправить. Мы даже условия контракта считать. Отлично. Коротко еще знаешь, что хочется обсудить? Как ты пришел в спорт вообще? Я так понимаю, ты родился в Таджикистане? Правильно понимаю? Родился, да, в Таджикистане. В спорт вообще пришел в 12 лет. Первый в спорту это был вольная борьба. Это был 2007 год. Я в Россию приехал, можно сказать. Родители уже давно живут. 95-го, это отец живет здесь. Я в 2007 году приехал сам. И начал спорт, вольная борьба. У меня был первый спорт. Два года занимался. Затем мой первый тренер был на Вапшону, Вадим Иславич. Это наш самый первый тренер, который начал нас учить. Вольная борьба, школа была такая небольшая. Вчера в Челябинске. Потом он уехал в Карахстан. Ему предложили там тренерство. Он уехал, и я, получается, ушел в дзюдо. Центр олимпийской подготовки по дзюдо. У нас есть в Челябинске знаменитая, хорошая школа. И вот там я начал заниматься уже с 2009-го по 2014-го, получается. Занимался Ташлинский Андрей Исланович. Тренер был уже второй по дзюдо. И тренировались, выступал в различных соревнованиях. Но там был момент один. Гражданства тогда не было. Тогда гражданства не было. Потом, получается, дальше, чем область, там всероссийские соревнования не водили никуда меня. Затем я уже потихоньку думал, что надо менять спорт, потому что гражданства не было, нигде не брали. В то время Союз ММА только начался развивать. Потом первый чемпионат России проходил в тракторе. А, второй уже, получается, по Союзу. Я туда ездил смотреть. У нас в Челябинске проходил. И потом решил после этого чемпионат России перейти в ОМА с дзюдо полностью. Получается, 6-7 лет занимался дзюдо. Кандидат в мастера спорта по дзюдо. Различные турниры выиграл, боролся. Но официальные старты не пускали на чемпионат ООО, на чемпионат России не пускали нас, потому что гражданства не было тогда. А ты не думал его тогда получать, соответственно? Ты сейчас вообще гражданин России, гражданин Таджикистана. Да, я учился здесь. Я школу здесь закончил. Потом университет поступил. Уральский государственный университет физико-культур. Затем я когда учился, уже в это время я решил спорт поменять. Я в ОМА когда перешел, везде пускали уже меня, потому что ОМА только начался развивать. Я выступал на области, на ОООО, на чемпионатах России. И потом на университет России пустили. Там стал вторым. Потом на студентский пустили, чемпионат России среди студентов выиграл. И затем потихоньку сделал гражданство. Уже все основания появились. Как студент, как... Ну, разные причины уже появились. И получил гражданство потом. В 2018 году получил гражданство российское. То есть, короче говоря, у тебя получается движущим таким моментом именно перехода в ОМА это была история с гражданством именно? Да, это одна из самых главных причин. Да, так много... Мне все зудаисты хотят добиться успеха, потому что это красивый спорт. Все знают. Хотел в сборной России, хотел много чего, но не поздряло вот это гражданство. Поэтому менял спорт, получается. Из-за такой причины. Ты на данный момент не жалеешь вообще об этом? Нет, не жалею. Это наоборот как-то, можно сказать, уже начал зарабатывать. Начал вперед идти. Не жалею. Все к лучшему. Какая у тебя самая большая и самая такая весомая покупка была вообще за всю историю твою в ММА? Сколько ты бьешься? Покупка чего именно? Не знаю. Ну, то есть там, может быть, машину купил. Ну, существенно такое какое-то большое. Ну, квартиры не было. Сейчас уже есть, можно сказать, самый основной, самый главный. На квартиру работал в боях. В какой момент карьеры ты почувствовал вот эту разницу между тем? Ты как человек, который прозанимался любительским спортом большое количество времени, ты понимаешь, там денег нет. И это все говорят всегда. По-большому. много различных. У меня мастер спорта по моему самбо, мастер спорта по смешанным безоборствам. И много различных видов спорта, где я выиграл округ. Призер России был, призер страны был. Поэтому опыта набрал. Сначала я очень хороший опыт набрал. Грепплинг, панкратион. Все виды спорта, какие были у нас на Урале, я везде выступал, выигрывал. А потом уже в 2018... А, в 2017 уже я дебютировал, по-моему. Я уже сам забыл. Потому что самый первый бой я проводил в 2016, по-моему, или в Тюмени. Поэтому тот бой по каким-то причинам нету в Шердоге его. Ага. Этот бой. Я технически нокаутом выиграл во втором раунде в Тюмени на турнире. И этот бой нету в Шердоге. Я не знаю почему. Потому что там видео, которое было, общий турнир, его нет сейчас в сайте, чтобы в Шердог закинуть. Поэтому у меня первый бой, получается, в 2017, на битва на Волге. И первый бой я одержал техническим нокаутом. И пошло потихоньку дальше-дальше уже в Корее. Я не успел задать вопрос. Я имел в виду, в какой момент, вот этот момент, да, ты почувствовал, именно когда деньги пошли именно с боев? В какой момент ты понял, что вот я уже могу там содержать семью, скажем так, еще что-то помогать? Ну, если честно, контракт сестей, когда подписал, уже начал зарабатывать потихоньку. И как бы дальше уже гонорары росли. После первого поражения я делал вывод, как менять сбор, менял места для подготовки. Я все три победы, которые проводил, я все три победы, ну, подготовку проходил в клубе «Элджим» под руководством Артура Ахмедов. Там тренера есть еще много, как бы по ударке. У нас Руслан тренер есть по кроссфиту. Так было, много можно перечислить с кого. Поэтому три победы подряд у меня было в 2021. И потихоньку уже можно вырабатывать. Вот это было один из лучших моментов, как говорится, в карьере. Кто тебе помогал, пока ты был спортсменом-любителем? Потому что, я же говорю, там денег в этом спорте нет. Ну, отец помогал, братья помогали. Тренера были здесь наши. Я же представлял клуб «Рем-93» раньше. Как бы я в Челябинске вырос, и здесь как боец вырос я. Клуб «Рем-93» под руководством Кузьмин Данила Сергеевича, если вы помните. Он секундировал постоянно, мне выходил, да. И потихоньку потом присоединился ко второму клубу, клуб «Акбар». Вот я сейчас представляю в данный момент клуб «Акбар». Ну, братья «93», сейчас ее нет уже. Сейчас другой клуб, сейчас название вообще поменялось. Там уральский «Витязь» стал. И как бы, ну, я сейчас не представляю этот клуб. Я представляю сейчас как «Акбар» чисто. Ну, хожу, ну, выезжаю на сборы в клуб «Эвелдин». Сейчас следующие сборы тоже уже буду там проходить, готовиться там с ребятами. Есть ли какие-то у тебя новости по дате, хотя бы примерной следующего боя, или когда ты сам будешь готов? 24 декабря я хотел бы биться на турнире, но так как я сейчас жду контракта, пока не отправили, я вот сейчас готовлюсь. Но хотел бы, с тренерами обсудили, хотел бы я подраться в январе. Вот в январе был бы самый лучший дата, да, два месяца на подготовку. Было бы хорошо. Все моменты, все ошибки, которые были в последние два боя, всех их надо собрать и вместе исправить. Ну да, это психологически очень важный будет для тебя поединок, особенно в рамках подписанного нового контракта. Я представляю, как ты в целом будешь заряжен. Да, дай бог начало. Так и будет. Наблюдая тенденцию последнего времени, наблюдая то, как вот выступают парни из Таджикистана, есть ощущение, что там какой-то серьезный бум переживает страна с точки зрения смешанных единоборств. Расскажи, пожалуйста, вот условно говоря, с того момента, как ты стал выступать по профессионалам, и вот сейчас 2023 год, что изменилось в целом в смешанных единоборствах в Таджикистане? В Таджикистане очень, да, так и есть, на самом деле развивается очень хорошо. ММА, вообще любительские, профессионалы растут. Вот у нас сейчас по вот этим любителям очень хорошо выступают на чемпионат-мире, на Азии, во всех турнирах хороших. Там, видно, ребята растут, даже лично знаю многих. Вот они вот будущим тоже на профессионал перейдут. Поэтому у нас по профи, у нас хорошие бойцы в UFC, если вы заметили или, может, услышали. Я комментирую. Муих Раджабов, Мухаммад Найимов, Муингафуров, Нурла Алиев. Есть ребята, которые уже подписываться будут скоро. Есть такие ребята, да. У нас в Белатре есть Сарвар Хамидов. Тоже хороший, очень непобеденный боятель. А кто, скажем так, один из самых талантливых, или, может, там, назовешь три, грубо говоря, самых талантливых спортсменов в данный момент молодых в Таджикистане? Я думаю, им будет приятно это услышать. Которые, ну, вот-вот, типа, способны на то, чтобы подписаться. Ну, может быть, в ВСЕ, кстати, может быть, в UFC, и очень пошуметь. У нас есть, у меня, если вы видели, в угол со мной выходит молодой перспективный боец, с рекордом 8-0, вот, как бы, предложение было в ВСЕ, но есть еще варианты у него в UFC попасть к следующему году, да. Есть у нас перспектива Самандар Муроду. Есть у нас, ну, Сарвар в Белатре пока. Так, еще у нас кто? У нас много таких бойцов, перечислять их, как бы, тяжело, их немного растут. Ребята, здесь 10-0 рекорд, бах, товар, есть один пацанчик, 10-0 рекорд. А так, вы сами видите, в ВСЕ у нас хороший состав. В каждом ВСЕ прям пореднул Дилов Азангафоров. Они с молодой перспективной. Дальше, кто у нас? Ну, Осин Хон в 57 гран-при. Очень хорошо выступает. Ну, в 56 пока я... А так, я думаю, в следующем году еще подпишут некоторых ребят в АСЕ. Если случится так, что, ну, ты же сам понимаешь, что год от года количество таджикских спортсменов увеличивается хорошего уровня, высокого. Не просто парни, которые умеют драться, которые умеют выступать. Если сложится так, что тебя сведут матчмейкеры с представителем Таджикистана, что будешь делать? Да, я думаю... Нет, мы выступать как бы так, я думаю... Мне кажется, такого не будет, потому что... Не знаю, они знают, что у нас, если... У нас же фанаты приходят поддержать земляков, если увидели в Москве. Их и два таджики не рутся, но это неприятно для них. Поэтому, мне кажется, это не случится. Если это чемпионский пояс? Чемпионский пояс, я не знаю. Мне кажется, если... Не знаю, мы не будем драться. Такого не будет, мне кажется. В любителях, в любителях как бы есть у нас дерутся земляки между собой на всяких международных турнирах, да, попадается. Вот за Россией есть сборная, два-три земляка, я знаю. Они постречались на международные турниры, но это ничего, это любительский уровень. Здесь можно, а по профи уже как бы чуть другой. Мы когда-то с тобой говорили о том, что ты имеешь планы не только как спортсмен, да, но и как человек, который может тренировать, и какие у тебя перспективы на это? У меня есть, конечно, мечта есть, открыть свой зал, большой зал открыть и сделать профессиональных бойцов, ну и любительский. У меня на данном моменте сейчас около 30-40 человек из них, три профессионала уже с рекордом 1-0-2-0. В будущем хочу их развивать. Но пока что я действующий боец, им помогаю и потихоньку сам тоже выступаю. Ну а как завершу карьеру, мечтаю свою команду открыть большую и развивать спорт в Челябинске. Ты учишься чему-нибудь у молодых? Молодых учим пока и учимся, да, развиваемся, все. Молодых, молодых, молодые учатся от нас, как говорится, мы, как мы подносим, так и они принимают. Если молодые, если 12 лет, если 12-14-15, до 18 лет тренируют, получается, есть ребята. Поэтому в планах, большие планы есть на будущее. Поэтому надо сейчас самим пока есть возраст, молодость есть, возраст, выступаем. Потом, как завершу карьеру, уже будет большой зал официально, будем чисто. Время уделять молодым ученикам. А тебе на данный момент сколько лет? 28. Примерно ты понимаешь, сколько ты еще будешь активных лет выступлений? Примерно три года, наверное, я так думаю, три года. Три, не больше, я думаю, четыре максимум. Контракт как раз подпишем сейчас на шесть боев, два года как раз. Я тот контакт провел за два года, провел шесть боев. Здоровье позволит, можно и побыстрее шесть боев провести и дальше решить потом. Так пойдет. Конечно, хочется какой-то пояс, какой-то организация, вот ИСЯ. Хотя бы хотелось бы. ИСЯ на втором месте в мире, поэтому не хуже, чем UFC. Все мечты это UFC, конечно. Но ИСЯ тоже не подарок. Поэтому хотя бы пояс ИСЯ забрать. Это мечта будет. Расскажи, пожалуйста, секрет, может быть, какой-то есть в болельщиках. Но почему так происходит, что они кричат громче иногда, чем, не знаю, 150, 100? В чем прикол? Наши болельщики, они от души прям реально приходят, поддерживают. Не так просто время проводить. Они вот не как фанаты, они как наши братья, они как знакомые. Они пишут мне всегда, поддерживают, хоть я проиграю или побеждаю. Поэтому они от души все это приходят, делают. Они не так просто прийти, смотреть бои. Они приходят именно болеть за своих, за наших ребят, поддерживать. Если у них как бы время, нету, они именно выбирают. Получается, вот это время они освобождаются. А с работы прям, я знаю, лично таких много. Приходят и болеют за нас. Что тебе пишут, условно говоря, ну, после побед? Понятно, что пишут, после поражений есть такие, которые, скажем так, ну, сильно нервничают и говорят, да ты, да как ты мог, туда-сюда. Есть, есть, конечно, советуют, много советуют. Надо это поменять, надо то менять, команду, сборы. Они пишут, советуют, я говорю, хорошо, хорошо, ребят, поменяем, поменяем. И ничего такого, как, может, хейтеров нет у нас, у нас как бы поддерживают. Они как болельщики, есть как болельщики, есть недовольные, есть довольные. Ну, у меня в основном недовольных мало, потому что, ну, они сами видят, выхожу, я бьюсь, я бью все раунды, как бы, травму, хоть не травму, я до конца дерусь. Вот так бывает. Сейчас как оцениваешь свой потенциал, есть ли в голове вообще мысли о чемпионском поясе в России? Конечно, есть, у каждого человека есть цель. Я сейчас нахожусь в топ-10 все еще, я уверен, что я там нахожусь не зря, потому что я тренируюсь, я готовлюсь. Сейчас изменим все подходы к тренировкам, все ошибки будем разбирать. И с огонки у меня чуть-чуть, последний вот бой тоже плохо пошло, если честно. Вес тяжело было делать. Это тоже исправим эти моменты все, они все записаны. И дальше будем ворваться выше. И я надеюсь, еще один бой я проведу сейчас. И я хочу реванш с Августа. И я хочу реванш с этими ребятами, которые он проиграл. Или же выше. С кем-то драться. Ну, то есть потенциально, если сейчас все сложится хорошо в следующем поединке, мы с тобой в клетке как раз можем обозначить имя твоего следующего оппонента потенциально. Можно, можно, да, уже. Главное, сейчас настроиться на этот бой. Которую дадут и выйти выиграть уверенно. Ну, вы это сами увидите. Не будем перебегать, поэтому сами увидите, все исправим. Все ошибки, все моменты. Надеюсь. Напоследок, от темы спортивной к теме не очень спортивной перейдем. Наблюдаешь ли ты за тем, что происходит в инфопространстве по поводу миграционных историй, конфликтов? Проблем вообще, в принципе, с нелегальной миграцией. Хотел бы у тебя узнать, как ты это видишь и что тебе бросается в глаза из того, что ты слышишь? Ну, это момент, да. Это я тоже вижу. В инстаграме часто кидают разные видео, разные ролики. Скажу так, свои ответы или как, скажу вопросы. Россия дружная страна, мы не должны здесь делить на нации. Есть, ну, как, приезжие, есть местные. Мы не должны вот это делить, потому что последние события вы же видите сами, что происходит. Поэтому мы должны жить дружно, мы не должны делить. Поэтому есть такие люди, которые, ну, постоянно ролики кидают мне, как они, ребят Среднего Азии, например, над ними начинают что-то, не знаю, такие, сами знаете, девять вот эти, или кто там, Миша Малаша, начинают провокационные вопросы всякие, начинают раздавать. Это вообще, я считаю, что это неправильно, так нельзя делать. Если ты девич, если ты спортсмен, будь спортсменом, зачем вот так всех нас между собой, между нацией, вот так нельзя делать, как бы. Я считаю, это большая ошибка его, это неправильно. Мы сейчас, в данный момент, мы должны жить дружно, потому что многонациональная страна Россия. Поэтому я вообще не поддерживаю вот таких людей. Надо сидеть, объяснить им и все. Не надо именно видео делать, хайп какие-то вот ловят. Вот это очень-очень плохо, потому что надо сейчас в такое время дружно держаться, хоть какой нации не был бы. Какие-то преступления, если совершают наши ребята молодые, это уже, ну, это их чисто, не вся нация должна задевать их преступления, а именно вот этих ребят объяснять. Как бы, я здесь в Челябинске тренирую, у меня в зале есть, я еще в свободное время тренирую, у меня в зале есть около 30-40 человек, ребят, разной национальности. Я тренирую их, я им постоянно объясняю, ну, как делать, как вести себя, применить какие-то свои спортивные в ринге, только и на соревнованиях. Поэтому вот так особенно делить не надо нации. И ошибки всегда искать наши. Плюсы есть и минусы есть у каждой нации, поэтому я считаю, что мы должны дружно жить и не конфликтовать между нациями, хоть какой-либо, русский, дагестанец или таджики, или кто. Я вот так считаю. Эта позиция мне ясна. Я, знаешь, еще что хотел спросить? Сейчас вот как раз буквально, готовясь к интервью, я наткнулся на новость, что в Челябинске, ну, вот как говорят, да, как написано, я не помню источник, что мигранты задушили, сперва изнасиловали, потом задушили 12-летнего мальчика. Слышал ли ты вообще эту новость? Я не слышал, честно сказать, я не знаю даже. Вот это я первый раз слышал. Бывают обычные драки, между собой ребята дерутся. Были такие моменты, где-то год назад, по-моему, дрались там ребята на улице. Вот это было. А вот это то, что вы говорите, это новость. Я вот сам здесь живу. Если у нас хоть что-то бывает, сразу в интернете выходит она. Поэтому, нет, вот этот случай я не слышал, честно. Согласен ли ты с тем, что, возможно, диаспора должна принимать участие с точки зрения, вот когда возникают такие, ну, абсолютно точно криминальные элементы, они везде есть, действительно, в любой стране, в любом народе, как-то взаимодействовать вместе с правоохранительными органами с точки зрения того, чтобы отдалять от себя тех людей неблагонадежно. То есть, условно говоря, вот ты, да, ты спортсмен, ты несешь на себе лицо, в том числе, будучи гражданином России, ты все прекрасно знаешь, что ты родом из Таджикистана. Ты на себе несешь вот такое там большое знамя, да, скажем так, ты ответственен за это, тебя показывают по федеральному телевидению и так далее. Ты как тренер, я думаю, ты как тренер вообще проводишь беседы в клубе какие-то? Я, конечно, провожу перед тренировкой, после тренировки, я сижу, где-то кто-то подрался в школе, мне передают сразу их друзья или кто, сразу, конечно, беседы провожу. У нас вообще-то диаспора здесь есть, он, получается, есть человек, он проводит беседы с ребятами, но их должность это есть собрать молодежь, студентов и спортсменов, все, кто совершали ошибки. С ними, получается, диалог проводить, объяснять им, что нельзя, что можно, тем более мы здесь как гости, поэтому я считаю, что это необходимо, да, для всех, для всех диаспор, чтобы вот так собраться и объяснять ребятам, как правильно, как, где ошиблись, да, исправитесь и все, и дальше все будет хорошо, я думаю. Напоследок, коротко, обратитесь, пожалуйста, к болельщикам, которые за тебя переживают, и на этом мы будем как раз завершать. Кто за меня переживает, болеет, им огромная благодарность, благодарность всем ребятам из Челябинска, есть, с Москвы, со всех городов России, из Таджикистана, Душанбе. Хочу поблагодарить всех вас и в скором времени я вернусь, ждите нового бойца, и все моменты исправим и вернемся на победную серию. Чао. А вот сейчас левый боковой как раз очень опасный был, и еще один по челюсти. Еще по корпусу, еще по корпусу, все! Последнее давление, и корпус голова, как буйдер, колено! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok